Привет, на связи Алина и онлайн-школа Умскол. Я преподаю уже пятый год, в том году каждый третий мой выпускник сдал ЕГЭ по географии на 80 плюс баллов. Помимо этого ютуб-канала у меня есть телеграм-канал Географ и Глобус, на который я рекомендую подписаться прямо сейчас. Ссылочка есть в описании к этому видео, либо его можно найти через поиск. Поскольку до ЕГЭ по географии остается всего 6 дней, я сейчас там много выкладываю полезного контента, который поможет на ЕГЭ и соответственно при подготовке в последние дни. В этом видео мы поговорим о том, как решать задания 23, 24, 25, 26, 27. Все кроме 23 задания относятся к заданиям второй части и погнали разбираться. 23 задание это последнее задание в первой части. Важно обратить внимание, вот по словам проверяющих прошлого года, очень многие ребята теряли балл на том, что заносили ответ на 23 задание в бланк ответов номер 2, а не в бланк ответов номер 1. Обратите внимание, что 21 задание, оно относится к первой части, 22 ко второй части и 23 тоже к первой части. О чем вообще бывают вопросы в задании номер 23 и какие темы к нему нужно готовить? Во-первых, есть вопросы по природе Земли, то есть особенности природы материков и океанов. Есть вопросы, конечно же, как по мировому хозяйству, так и по географии России. Например, география основных отраслей производственной и непроизводственной сфер, основные международные магистрали и транспортные узлы, особенности природно-ресурсного потенциала населения, культуры, хозяйства, то есть вопросы по страноведению, особенности разных стран мира. Территория акватории, морские сухопутные границы России, также особенности географических регионов России и так называемый пункт Россия в современном мире. Если говорить более конкретно, что здесь бывает и что было на ЕГЭ в том году, то есть то, что может встретиться и на ЕГЭ этого года. Конечно же, географические районы, либо экономические районы, по сборникам составителей ЕГЭ этого года можно прогнозировать, что будут также вопросы на федеральные округа. Надо было, например, в том году сказать, к какому географическому району относятся Красноярский, Забайкальский край и Иркутская область. Также нужно назвать субъект, где расположен какой-то объект из номенклатуры, например. Также сказать, с какой страной граничит. Вот был, например, вопрос про Индонезию на Калимонтане, с какими странами граничит. Определить по тексту, о какой стране идет речь. Так надо было назвать, например, Японию. Или, например, знать номенклатуру, то есть спрашивали полуостров Малакка, был тоже популярный вопрос на ЕГЭ прошлого года. И назвать, например, столицу страны из текста. Что бывает в 24 номере? 24 номер, он тоже обширный, то есть здесь, опять же, есть вопросы по природе Земли, по населению мира. Вот конкретно выделяются воспроизводства, демографическая политика, урбанизация, миграция и уровень качества жизни. Плюс вопросы по мировому хозяйству и хозяйству России. Это факторы размещения, основные виды природных ресурсов. И здесь бывают вопросы на экологию, на рациональное и нерациональное природопользование. Что еще важно знать? В 24 задании проверяется понимание географических терминов, которые используются в тексте. То есть, если в задании необходимо дать определение термина, оно должно быть записано полностью, а не одним словом. Также могут спросить классификацию географических объектов на основе характерных свойств, которые вы знаете. Умение приводить примеры, которые подтверждают то или иное высказывание. И умение формулировать выводы и заключения на основе фактов, которые представлены в тексте. Это, на мой взгляд, самый простой тип, когда действительно ответ заложен внутри текста. Но не всегда бывает так. Что было на ЕГЭ прошлого года? Например, дать определение понятия террикон, эпицентр и импорт. На досроке было импортозамещение, например. Назвать отрасль специализации по тексту. Надо было сказать, например, какой отрасли относится там Боимская месторождень, Боимский ГОКН в Чукотском автономном округе. Привести причины явлений и процессов, например, лесные пожары. Нужно было привести антропогенные причины, соответственно, возникновения лесных пожаров. Либо был вопрос, почему, например, на Кузбассе происходит землетрясение, опять же, вызванное деятельностью человека. Вот такие могут быть примеры. И я думаю, что про лесные пожары вопросы на ЕГЭ этого года тоже будут, потому что это сейчас очень горячая, актуальная, к сожалению, тема для многих регионов России. И нужно назвать факторы размещения. Но в отличие от 28 номера, например, здесь, как правило, нужно назвать что-то одно. То есть здесь не надо писать обязательно два каких-то довода. Здесь, как правило, нужно назвать что-то одно. Какой-то один фактор или особенность природной ресурсной базы. Вопросы такие тоже были, например, по Дальнему Востоку, связанные с целлюлозно-бумажной промышленностью на ЕГЭ прошлого года. Что может быть в 25 задании? 25 задание, оно, опять же, про все. И природа земли, и население мира, и факторы размещения, и экология. Что было на ЕГЭ прошлого года? То есть назвать причины-последствия, как в заданиях номер 28-29. То есть нужно было назвать, например, причину обмеления рек, если рядом построен рудник. Например, какие условия способствовали размещению предприятий алюминиевой промышленности в данной провинции? Там было задание про китайскую провинцию Янань, и там правильный ответ был близость к ГЭС, то есть это гидроэнергетический фактор, поскольку предприятия алюминиевой промышленности являются энергоемкими. То есть вопросы могут быть такими, и давайте на примере некоторых заданий мы посмотрим, что может быть в этих заданиях. Как правило, задание номер 23, чтобы на него ответить, не обязательно к нему читать текст. То есть читайте текст, когда он вам уже непосредственно пригодится. И мы видим, что на этот вопрос можно ответить без чтения текста. Какой город является столицей Кении? Столицей Кении является Найроби, это ответ на задание первой части, поэтому одним словом мы записываем слово Найроби. Далее, объясните значение понятия геотермальная энергия. Опять же, можно прочитать текст, тут может быть на него наводка. Давайте мы это сделаем и дадим определение. Геотермальная станция расположена в центральной части Кении на территории национального парка. Это одна из крупнейших в мире и самая мощная в Африке электростанция подобного типа. Станция состоит из шести частей. Строительство началось еще в 1981 году. Последнюю планируется ввести в эксплуатацию в ближайшие годы. Сегодня Алкария производит более четверти всей энергии Кении. По производству геотермальной энергии Кения занимает восьмое место в мире. При этом около 20% населения все еще не имеют постоянного доступа к электричеству. Здесь никаких наводок нет, поэтому нам нужно знать, что такое геотермальная энергия. Это тепло неадр земли, которое можно использовать для производства энергии, отопления и горячего водоснабжения, как пример. Следующий вопрос. Нужно объяснить, почему страны Восточной Африки и в том числе Кения имеют значительный потенциал для развития геотермальной энергетики. Здесь как раз таки вопрос, связанный с природой земли. То есть здесь из природы важно помнить, что страны Восточной Африки, в том числе Кения, имеют этот потенциал, потому что располагаются в зоне восточно-африканского разлома, то есть рифтовой долины, где происходят сейчас активные тектонические процессы. Теперь мы переходим с вами к заданию номер 26. Задание номер 26 и 27 это строго алгоритмичные задания, где мы работаем со статистикой. Вопросы сразу по этому поводу. Нам выдаются, когда вы получаете пакет КИМ на экзамене, вы получаете сами задания, две карты России и мира и две таблицы. Вы их обязательно получите. И не задавайтесь заранее вопросом, ну я знаю, что многие вот этого боятся, что а вдруг там каких-то данных у меня не будет. Нет, все будет в таблицах на ЕГЭ, все необходимое будет. Вам нужно просто проанализировать то, что нужно для этого задания. Давайте посмотрим пример и сразу же по нему начнем действовать. На основе анализа данных таблицы предположите, какая из стран Норвегия или Нидерланды находилась выше в рейтинге ООН по индексу человеческого развития. Для обоснования вашего ответа приведите необходимые данные из таблицы и вычисления. Вот здесь прям ключевое, да, то есть и вычисления, и значения. Обязательно ссылайтесь на данные таблицы, потому что это статистическое задание, где мы работаем со статистикой. Что нужно сделать? Когда мы говорим про ЭЧР, то, как правило, в этих заданиях нам необходимо взять среднюю ожидаемую продолжительность жизни найти и рассчитать ВВП на душу населения. Что мы делаем? Анализируем данные таблицы, подчеркиваем, выписываем себе все показатели по средней ожидаемой жизни, чтобы посчитать ВВП на душу населения, нам нужно взять ВВП, взять численность населения стран, одно поделить на другое, потом сделать вывод и оформить задачу. Самое важное, на что нужно обратить внимание, на чем многие теряют баллы, это работа с единицами измерения. Численность населения в таблицах дается в миллионах, а ВВП в миллиардах, поэтому здесь надо поработать еще с нулями. Клише для этого номера такое. Я рекомендую вначале писать вывод, то есть такая-то страна находилась выше в рейтинге ООН по ЭЧР, так как двоеточие и пошли два довода. В первом доводе сравниваем среднюю продолжительность жизни с конкретными показателями из таблицы. И здесь я рекомендую использовать формулировку выше чем, больше чем, вообще тут этого не требуется, потому что нас просят проанализировать, однако один из составителей ЕГЭ не так давно сказал, что здесь необходимо сравнение, поэтому сравниваем. И далее мы приводим довод со сравнением ВВП на душу населения. Сравниваем и приводим вычисления. Давайте посмотрим, как это должно быть оформлено. Например, выше в рейтинге ООН по ЭЧР находится Норвегия, потому что в Норвегии более высокая средняя ожидаемая продолжительность жизни. 83 года более высокая, да, все показано. В Нидерландах 82. В Норвегии ВВП на душу населения составляет, да, вот здесь идут сразу вычисления, и делим на численность населения. Обратите внимание, что добавлены три нуля. А в Нидерландах ВВП на душу населения столько-то. Опять идут вычисления. Я даже рекомендую написать, что в Норвегии выше ВВП на душу населения, чем в Нидерландах, и отдельно добавить как раз, ну, добавить вычисления по каждому. Но в целом вот так тоже будет хорошо. Следующее задание, это задание номер 27. Задание номер 27, оно на самом деле, мне кажется, более строгим. Поэтому давайте посмотрим. Используя данные исправочных материалов, здесь нам пишут все, что нужно сделать. Сравните доли населения, занятого в сельском хозяйстве, и доли сельского хозяйства в общих объемах экспорта. То есть, вот они, доли населения, занятого в сельском хозяйстве, и у нас есть общий экспорт, и есть сельскохозяйственный экспорт для обеих стран. Вот, чтобы здесь не терять баллы и не пугаться на ЕГЭ, вам могут вот тут что угодно написать. Могут, были задания на ЕГЭ в том году, когда надо доли населения, которые заняты в сельском хозяйстве, считать. Но все данные есть в таблице, поэтому обращайте внимание на то, что вас просят написать в 27 задании. Что мы тут делаем? Сравниваем, рассчитываем неизвестное. Нам объем экспорта в долях неизвестен, поэтому нам надо это перевести в проценты. Как мы это делаем? Это обычная пропорция. То есть, у нас есть 100%, это общий объем, и нам надо посчитать, сколько будет объем сельскохозяйственного экспорта соответственно по пропорции. И дальше мы сравниваем те доли, которые уже даны, делаем вывод. Все может меняться местами. Вы можете поставить вывод сначала, вы можете сначала второй довод написать, потом первый, как угодно. Главное, чтобы все эти пункты были в вашем ответе. То есть, должно быть написано, что доля населения выше, занятого в сельском хозяйстве выше в Парагвайе, чем в Перу, приводится значение. Далее, доли сельского хозяйства в общем объеме экспорта в Парагвайе выше, чем в Перу. И здесь приведены вычисления, приведены значения. И сделан вывод. То есть, вот этот четвертый пункт. Должно быть ровно как бы четыре пункта по сути в вашем ответе. По поводу 26-го задания. Вот как раз таки тоже, что должно быть сделано. Вот он вывод. То есть, предположение, что выше находится Уругвай, например. Далее. Говорится, что в этой стране там более высокая ожидаемая продолжительность жизни. И говорится, что ВВП на душу населения выше и приводится значение. То есть, ровно так, как я вам показала на слайде. Для того, чтобы повторить весь необходимый материал ЕГЭ по географии за оставшееся время, а остается всего шесть дней, я приглашаю вас на мой финальный курс полного повторения всего материала для ЕГЭ по географии, чтобы точно быть уверенным в своих желанных баллах на экзамене. На предбаннике мы повторяем все самое необходимое, необходимую ключевую теорию и прорабатываем абсолютно все типы заданий каждого номера КИМ, которые могут встретиться на экзамене. Чтобы записаться на предбанник, пиши кодовое слово YouTube в сообщение группы ВКонтакте. Курс уже стартует. Я жду тебя с нами. Потому что дальше записаться будет невозможно, а предбанник может сильно тебе помочь. В течение шести дней мы повторяем весь необходимый материал на онлайн-вебинарах. Повторяем все разделы кодификатора и все номера КИМ. Предбанник помогает абсолютно каждому типу учеников. Например, моя ученица, которая занималась весь учебный год, на предбаннике поднялась с 70 до 100 баллов. Те ребята, которые занимались весь год, но сейчас вы понимаете, что это было неэффективно, не все потеряно. Несмотря на то, что до ЕГЭ остается шесть дней, еще реально прокачать свои баллы. Так, например, моя выпускница с 65 баллов подняла свой результат до 83 на ЕГЭ. Или, например, те, кто вообще плохо готовился к ЕГЭ, еще много всего нужно сделать, предбанник тоже вам поможет. Так, мой выпускник с 66 баллов поднялся на ЕГЭ до 92. Чтобы записаться на финальный курс полного повторения, пиши кодовое слово YouTube в сообщение группы ВКонтакте. Ссылка есть в описании и скоро мы закроем запись. Всем большое спасибо за просмотр этого урока. С вами была Алина и онлайн школа Умскол. До встречи на предбаннике. Субтитры сделал DimaTorzok